Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас очень насыщенная повестка дня. Я думаю, что те, кто следит за событиями, уже, условно, с ней ознакомились. Сегодня у нас рынок труда по Англии в 11.30 по московскому времени. Сегодня у нас первый день конференции, выступления Джанет Еллин, председателя ФРС в Конгрессе. Параллельно мы ждем решения по ставке Канады и также сегодня ни в коем случае не нужно и нельзя пропускать статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США. То есть потенциально у нас основные ориентиры и ожидания зашкаливающей волатильности по фунту, по канадцу, по доллару, по нефти. И я жду, что движение, разумеется, нефтяного актива приведет к соответствующей девалюционной, слабой, точнее, такой ослабляющейся динамики для российского валютного актива. Друзья, я предлагаю собрать в целом все вот эти события, инфоповоды чуть поподробнее, безусловно, начать с рынка нефти, поскольку этот сектор нефтя у нас остается центровой. Очень много событий, новостей сейчас касательно этой отрасли. Ну и почему-то, потому что все прекрасно понимают, что сейчас рынок нефти на грани каких-то серьезных, таких переломных моментов. С большим акцентом я снова обращаю ваше внимание на то, что мы готовимся к тому, чтобы двинуть к более низким ценовым значениям и успешные пересмотры прогнозов со стороны инвестиционных банков. До этого у нас день назад мы с вами обращали внимание на BNP Prepa. Сегодня я могу предложить вам прогноз Barclays. Это основные банки, на которые мы традиционно обращаем внимание. Плюс ко всему у нас впереди несколько докладов еще от Международного инвестиционного агентства, от ОПЕК, еще статистика администрации инвестиционной информации. В общем, я жду, что все вот эти ведомства, все инвестиционные банки, они не просто так сейчас снабжают нас информацией, не просто так скептически настроены в отношении перспективов нефти. Ну, давайте чуть подробнее. Клосса по бренду вчерашнего дня 48.17, сейчас актив торгуется с небольшим повышением 48.24. То есть, в целом, вчерашняя торговая сессия для рынка нефти оказалась, стала восстановительной, и котировки снова отпрянули от поддержки в 45 долларов за баррель и вышли выше сопротивление, которое тут же стало поддержкой в 48 долларов за баррель. Ну, сразу хочется здесь сделать ремарку. Безусловно, та оценка фундаментального фона, которую мы проводили, позволила нам уже тогда сказать, что с ориентиром-то, может быть, мы правы, мы не прогадали, поскольку нефть действительно снижается, это развитие нисходящего ралли, полноценной коррекционной динамики, которая способна завести актив к гораздо более низким, донным ценовым значениям. Но ни один тренд не может реализовываться без каких-либо откатных движений, поскольку на рынке, помимо продавцов, ну, в данном случае продавцов, всегда, конечно же, будут присутствовать и покупатели, которые пользуются любой фундаментальной поддержкой, чтобы хоть как-то наверстать упущенные пункты и компенсировать понесенные потери. Поэтому, друзья, я думаю, что вам не нужно объяснять, что даже откаты это абсолютно нормально, предугадать, спрогнозировать, когда они могут появиться, очень трудно, практически невозможно. Я советую не распыляться на вот эти косрочные динамики, а просто, как и раньше, гнуть свою линию, понимая то, что рынок нефти обречен на еще более глубокие ценовые значения, на еще более стремительное снижение. Вот, собственно, последний прогноз Goldman Sachs. Они также считают то, что в перспективе ближайших двух-трех месяцев мы увидим по бренду даже 40 долларов за баррель. Ладно, давайте попробуем понять, с чем был связан приток денег в нефть в рамках вчерашней торговой сессии и интерес к этому активу. Ну, во-первых, участники рынка продолжили обсуждать сообщения, которые появились со ссылкой на Wall Street Journal. В свою очередь, Wall Street Journal сослался на заявление представителей ОПЕК, то есть первый источник, то, что на предстоящей встрече в конце этого месяца, 24 июля, она состоится ОПЕК, между прочим, в Санкт-Петербурге. На эту встречу пригласят Ливию и Нигерию и попробуют, собственно, договориться уже и вместе с ними по ограничению предложения, то есть определить лимиты добычи для этих регионов. Рынок эта новость вдохновила, но пока что это только лишь, друзья, ожидания. Мы помним, что эти регионы не просто так были выведены из энергетического соглашения раньше, и мы помним, какие планы сейчас есть, что у Ливии и Нигерии по объему добычи. Еще, собственно, одним фундаментальным событием, которое оказало поддержку, собственно, нафтеровкам нефти, это прогноз администрации энергетической информации по будущим ценам на бренды WTI и прогноз по объему добычи, который был скорректирован на 1% уже, скажем, с легким заходом на 2018 год. Мы тогда с вами ждали, опять же, ссылаясь на прогноз администрации энергетической информации свыше 10 миллионов баррелей по добыче, сейчас прогноз корректирован до 9, их 9. Ну, не знаю, насколько сейчас стоит закладывать его в основу того, что цены на ней лучше покупать, я думаю, что это преждевременно, потому что администрация энергетической информации с очень часто, скажем, завидной регулярностью, так сказать, пересматривает ориентиры, и как только формируются какие-то условия, базисы для таких серьезных конъюнтурных изменений, мы тут же видим констатацию реальности того, что активность сланцевых производителей растет, это приводит к увеличению нефтедобычи, и прогноз тут же едет на сторону повышательную и указывает уже на совершенно новый уровень по производству. Но даже если мы не коснемся планки в 10 миллионов, это все равно очень много, это многолетний максимум, который не пройдет для рынка нефти незамеченным. Что касается встречи июльской ОПЕК, то снова цель, конечно же, выработать какие-то дополнительные шаги, более агрессивные действия, чтобы повлиять на ситуации, чтобы стабилизировать рынок, чтобы восстановить баланс спроса и предложений. Но очень большой уже у нас накопленный опыт того, что эти встречи ни к чему не приводят. Стоит только вспомнить и встречу конца прошлого года, и встречу, которая прошла буквально чуть больше месяца назад, тоже посвященная данной тематике, попытке восстановить высокие показатели спроса, которые должны доминировать над предложением, ограничить рост добычи нефти. Но все равно никаких судьбоносных, важных и действительно результативных решений принято не было, поэтому котировки нефти продолжили, друзья, валиться. Я еще также хочу отметить, что сейчас на повестке трейдеров есть статистика от администрации энергетической информации. Сегодня она выйдет в 17.30, это по запасам нефти, бензина, дистиллята по объему добычи нефти в США. Параллельно с этим нас ожидают еще до конца недели два доклада от ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые также посвящены оценке текущей ситуации на рынке нефти. Напоминаю, что в прошлом месяце первого числа, когда мы анализировали эти доклады, обновленные цифры и прогнозы, получили очень хороший катализатор для снижения цен на них. Думаю, что в этот раз картина не изменится, потому что даже руководствуясь ожиданиями того, что можем услышать от ОПЕК, не забывайте про последние цифры по росту экспортных поставок и по росту объема производства в рамках ближневосточного картерия. И не забывайте о том, что председатель Международного энергетического агентства Фатих Пироли, он в принципе уже дал понять, что проблема с перенасыщением, она не будет решена. В целом, друзья, если вы нашли какой-то позитив в ожиданиях того, что и Ливия, и Нигерия теперь станут участниками энергетического факта, если вы действительно верите в то, что спрос будет превышать приложение, я советую вам одуматься, потому что даже поверхностный взгляд вообще на статистические показатели сейчас позволит нам сказать то, что соглашение ОПЕК в принципе не работает. Оно может действительно работать, если бы производство снизили на 2,5, на 3 миллиона баррелей, а не на 1,8, как и сейчас, чтобы эти цифры повергли в шоковое состояние весь рынок нефти. Но на что, может быть, и пойдут представители ОПЕК, ну это не ясно, но мы знаем, что продлили уже действия энергетического факта, а вот уж точно, что не будут сейчас закладывать в основу этой сделки в качестве обновленных параметров, так это новые, более высокие показатели по ограничению производства. По цифрам, друзья, я хочу, чтобы вы прекрасно понимали, 1,8 – это основной компонент сделки энергетического факта, 1,8 – снижение добычи. При этом за этот год производство нефти в Штатах, вот буквально статью сегодня утром отчитал, очень много там статистики было, вот то, что запомнил, важно. Плюс 600 тысяч со стороны США, плюс 600 тысяч со стороны Ливии и Нингерии, плюс 300 тысяч со стороны Канады и Бразилии. Получается 1,5 миллиона. На 1,8 сократили представители ОПЕК и еще 11 регионов, поддержавших эту инициативу, и плюс 1,5 со стороны тех регионов, которые не участвуют в этой сделке. То есть практически полное замещение. Я напоминаю еще раз прогнозы и амбициозные цели, которые закладываются в основу дальнейших показателей производства указанными регионами, и в целом мы будем в ближайшее время снова наблюдать явный перевес предложений. Рынок продолжит заливать нефтью. На текущий момент запасы находятся просто на астрономических уровнях. Они как минимум 5-6-летние максимумы в ряде крупнейших энергетических хабах. И это не просто так, потому что в целом за последний год, несмотря на все усилия ОПЕК, никаких серьезных изменений не произошло. И то, что сейчас пытаются обратить внимание на сделку еще Ливии и Нигерии, это еще один сигнал того, что сам ОПЕК крайне обеспокоен происходящим. И попробует убедить эти два государства присоединиться к сделке, чтобы не допустить еще большего провала котировок нефти. Но это лишь спекулятивные ожидания. Нам нужно дожить с вами еще до конца июля. Две недели полноценных есть. Я думаю, то, что рынок нефти может использовать их для того, чтобы пролить котировки до более глубоких ценовых значений, к которым мы должны готовиться уже изначально. Поэтому, как и раньше, ждем возвращения бренда в район 45 долларов за пар. Или ждем, что сегодня статистика по запасам нефти, пусть если не обрадует нас самим фактором прироста запасов либо бензина, либо нефти, то, по крайней мере, сохранение высоких показателей производства в нефтештатах может усилить позиции Медведя и снова поспособствовать распродажам углеводородов, как это было на прошлой неделе. Потому что именно статистика по росту производства нефти на 88 тысяч за неделю в прошлую, точнее даже не среду, а из-за дня независимости, этот отчет был опубликован в четверг, обвалила котировки нефти на, по-моему, 1,8%, можно даже сказать, почти на 2. Думаю, что, друзья, этого вполне достаточно, чтобы сохранять скепсис, может быть, кому-то и не хочется, исходя из реалий еще с российским рынком, но здесь нужно быть реалистом. А реализм заключается в том, что котировки нефти обречены на еще более низкие ценовые значения. Рубль 60-64, пока что пара сохраняет завидную стойкость, это хорошо, потому что даже несмотря на локальное восстановление, рубль прекрасно понимает то, что это затишье перед бурей в отношении рынка нефти и не провоцирует ненужную никому сейчас волатильность, рубль остается на тех значениях, которые являются более-менее справедливыми, понимая, что дальше ему придется забраться выше. Это как минимум планка 62-63. На эти уровни, собственно, и продолжаем ориентироваться. Американская валюта очень неплохо закрыла прошлую неделю, очень неплохо чувствовала себя в начале торгов текущей пятикневки. Но вот на сегодняшней торговой сессии, на азиатской сессии среды, мы видим активные распродажи американца и повышенный спрос на защитные активы. Те, кто уже посмотрел за новостными сводками, понимают то, что каких-либо фундаментальных событий, отчетов, точнее статистики, серьезные, либо заявлений со стороны представителей ФРС относительно пересветив процентной ставки, не произошло. Основная причина заключается в том, что Трамп, плачший, скажем так, как вы знаете, обульковал своего рода компромат на Хеври Клинтон, который был нарыт еще российской стороной. Этот компромат снова усилил геополитические риски, снова вернул трейдеров вот в эти политические стряски, которые в отношении Штатов уже присутствовали больше месяца назад, и заставили пока что локально отказаться от идеи того, что доллар может и имеет все основания расти в связи с предвкушением следующего этапа и шага повышения процентной ставки. Ну и реакция на вот этот политический катаклизм, она не думает, что будет долгой, поэтому сейчас котировки у нас по USDT не отступили, конечно же, от максимумов, которые мы видели еще в ходе вчерашних торгов. Актуальные цены 113.40, но мы ждем мощной поддержки для американцев под конец текущей торговой недели. Это данные по инфляции и по ручным продажам, которые смогут вытащить американца, я надеюсь, свыше сопротивления 114 иен против доллара. В отношении, опять же, ожидания процентной ставки стоит привести комментарий Биллимса, представителя ФРС, который вчера, собственно, снова повторил свою прошлую позицию о том, что он видит все основания и условия для еще одного раунда ужесточения монетарной политики. Мы параллельно помним о протоколе, когда сама Джанет Йеллин подтвердила то, что американская экономика готова к нормализации денежно-кредитной политики, и то, что даже слабые низкие значения по инфляции, они сейчас вряд ли заставят ФРС свернуть с этой тропы более жесткой монетарной политики, потому что инфляция, исходя из того, как активно ходят цены на энергоносители в последние месяцы, инфляция остается очень волатильным компонентом, и не нужно сосредотачиваться исключительно на нем. У нас есть также достаточно много других сильных отчетов, это по экономическому росту, точнее, пока что ожидания, у нас есть статистика по активности в производственном секторе, АСМ, а еще в сфере услуг, у нас есть сильный non-farm levels, я предлагаю ждать будущего отчета по ОВП и ставить на то, что экономический рост точно уйдет свыше 2%, что будет вполне достойным показателем, который напомнит трейдерам, что слабость в первом квартале была исключительно временным явлением. Дальше идем. Фунт против американца 1,2849, британская валюта снижается. Здесь я хочу привести комментарий Stenders & Poor's, рейтингового агентства, которые прикинули в рамках собственных сил, сил своих штатных аналитиков, то, что Банк Англии, скорее всего, не отважится на повышение процентной ставки аж до 2019 года, поскольку рост инфляции будет продолжен и дальше, рост инфляции приведет к замедлению потребительской активности и к снижению показателей ОВП. Это, согласитесь, друзья, точно такая же формулировка, которую мы с вами использовали еще больше месяца назад. Но сейчас это позиция, которая обретает больше смысла, поскольку инфляцию не удается взять под контроль. Мы понимаем то, что картина будет только ухудшаться. В целом мы видим, под какими давлениями находятся основные сектора британской экономики и вообще нет никаких возможностей сейчас для фундаментального роста. Из последних событий по поводу Брэнсета, вот комментарии также, что стран Европейского Союза, Еврогруппа настаивают на том, чтобы Англия исполнила свои фискальные налоговые обязательства на сумму в 100 миллиардов евро. Без исполнения этих обязательств никаких переговоров быть не может. Мы помним позицию Англии, которая не собирается платить, собственно, такую сумму, считая ее абсолютно постнословной и немыслимой. Я, в принципе, с этим согласен. Вчера у нас еще на повестке было несколько выступлений Банка Англии, но поскольку никакой конкретики по перспективам денежно-кредитной политики не было, сказано, рынок это расчаровал. Потому что те трейдеры, которые ставили на рост британца, надеялись снова услышать заявление по поводу неизбежного и скорого якобы повышения процентной ставки. Сейчас, судя по всему, Банк Англии старается сторониться подобных комментариев и правильно делает, потому что не нужно сейчас обнадеживать рынок тем, что не удастся реализовать. Поэтому по фронту, друзья, как мы с вами сохраняли медвежий взгляд, так и должны это делать и дальше. Сегодня, как я уже отметил, первый важный отчет, который будет открывать нашу сегодняшнюю торговую сессию, это в 11.30, то есть через, получается, час 45, будет опубликован целый блок статистики по британскому рынку труда. И я советую обратить внимание на динамику роста зарплат, которые, несомненно, 99% по вероятности того, что снова снизится. И, разумеется, снижение зарплатных плат, это в конечном счете через определенные, скажем, магические цепочки, будет указывать на еще больше роста инфляции. В общем, по фундаменту с фунтом и Англией разобрались. Я надеюсь, что при поддержке доллара еще под конец недели и про реализацию тех слабых сценариев по статистике, которые я сказал, мы сможем увидеть пару ниже отметки 1.2750 уже к самому завершению текущей недели. Европейская валюта против доллара растет. Сейчас мы видим котировки 1.1476, то есть уже пар практически тестируется определение 1.15. Какого-либо серьезного позитива, которым можно было оправдать рост евро, не произошло. Но, опять же, обращаю внимание на рыночное настроение, за последние несколько дней снова произошел просто катастрофический перекос. Можете посмотреть на индикатор Кайман, доминирующая позиция именно продавцов. Вот мы буквально делали рассылку два дня назад по поводу показателей Каймана. Это, опять же, информация актуальна для тех, кто использует рыночное позиционирование торговли. Если определить дальнейшие ценовые ориентиры, друзья, я даже 1.15 старался не рассматривать как реальная возможность для движения валютной пары к этому уровню. И не буду даже допускать возможности еще большего ралли, поскольку даже из позиции Европейского центрального банка было ясно то, что дальнейшее укрепление европейской валюты может оказать еще большее давление на индекс потребительских цен. Но я надеюсь, что Европейский центральный банк начнет хотя бы сейчас отвечать за свои слова, потому что уж больно противоречиво складывается картинка. Вроде бы как боится с низкой инфляцией, а с другой стороны позволяет рынку поддерживать эти иллюзии по поводу нормализации денежно-кредитной политики в рамках Европейского центрального банка. В общем, переломный момент должен наступить. Видимо, евро тоже нуждается в каком-то катализаторе. Либо это статистика европейского происхождения по инфляции, либо это мощный фундамент по штатам. Но пока у нас нет ни первого, ни второго. Поэтому рыночное настроение – это основной драйвер для движения европейской валюты. Центровым также активом сегодня будет еще канадец, поскольку мы сегодня ждем с вами в 17.00 решения по ставке. Очень много было сказано уже по этому новостному событию. Рост канадца в последние недели является следствием ожидания того, что ставку повысят. Об этом говорил и руководитель Банка Канады Стивен Полос. Его позицию поддерживала и заместитель Каролина Билкинса о том, что те экономические стимулы, которые были приняты в 2015 году, это двойное снижение процентной ставки, они привели к своим позитивным результатам. И сейчас Банк Канады может рассмотреть возможность ужесточения политики, повысить ее, собственно, на 0,25 базисных пунктов. Вероятность того, что сегодня ставка будет повышена, друзья, важна – 88%. То есть практически никто не сомневается в том, что Банк Канады примет именно такое решение. Но я все-таки рекомендую вам задуматься о том, действительно ли у канадского регулятора есть все аргументы на текущий момент, чтобы менять вектор денежно-кредитной политики. А под основными аргументами я хочу напомнить вам про закрептованность в домохозяйстве, про дополнительную нагрузку, которая, разумеется, на них будет возложена в случае повышения процентной ставки. Не забывайте про низкие значения инфляции, про то, что индекс потребительских цен снижается. Не забывайте про то, что у нас есть достаточно фундаментальных оснований говорить о том, что будут снижаться цены на нефть, которые являются важным экспортным ресурсом. При снижении цен на нефть еще больше снизится индекс потребительских цен. Не забывайте про довольно, на мой взгляд, вялый показатель экономического роста, который был опубликован две недели назад по вмещенному выражению по УВП Канады. И не забывайте про прочие предпосылки, которые мы использовали с вами, чтобы отметить, что, может быть, Банк Канады и сможет войти на повышение ставки, но не раньше конца 2017 года. Но уж точно не сейчас. Поэтому даже несмотря на такую вероятность, я все-таки лично доношу до вас свою субъективную позицию, что сегодня я буду рисковать. И сегодня я буду ставить не на рост канадской валюты, а на ослабление. Потому что, помимо того, что, я надеюсь, ставку не изменят, я планирую послушать еще с особым пристрастием комментарии представителей Банка Канады по поводу дальнейших перспектив денежно-кредитной политики. И уж на пресс-конференции, если они сами не обозначат присутствующие риски, которые мы только что с вами перечислили, им придется отвечать на вопросы каверзного характера. И здесь, наверное, все-таки придется дать слабину и отметить наличие и присутствие основания того, чтобы дальнейшие темпы, скажем, ужесточения политики были не такими динамичными, как многие сейчас хотят видеть. Поэтому сегодня я оставлю на то, что USDCAD под конец дня все-таки вырастет. Я считаю то, что если наш сценарий будет оправдан и реализован, движение будет больше двух фигур вообще по историческим меркам, избыточных ожиданий, может быть, даже еще более серьезное восходящее движение. На текущий момент, друзья, пара USDCAD торгуется на отметке 1.2901. Я советую вам быть крайне бдительными сегодня, если вы торгуете этой валютой, особенно тем, кто использует очень большую загрузку по ключу. Потому что волатильность в любом случае будет очень значительной, даже если не в ту сторону, которую прогнозируем мы, то в другую нужно быть готовыми к тому, что рынок походит прилично. Ну, друзья, это что касается основных событий, собственно, активов, на которые нужно будет обратить внимание. По американскому фондовому рынку мы сейчас находимся на высоких уровнях, 2423 пункта. То есть на фондовую секцию США сейчас практически ничто не влияет, ну, можно сказать, даже вот этот новостной фонд по поводу компроманта на Хиллари Клинтон, но он отчасти сейчас нанивелируется восстановлениями цен на нет, которые толкают верхние втянку. Поэтому в целом секция держится на очень высоких значениях. Слабость доллара стала причиной ослабления, точнее, роста котировок золота. Сейчас золото у нас торгуется на отметке 1219,5 долларов за тройскую унцию. Но здесь я советую не выходить из коротких позиций, потому что золото вряд ли сможет противостоять сильной статистике, которую мы с вами ожидаем по штатам в конце, собственно, этой недели. И напоминаю, что дорогой доллар, он, конечно же, снижает привлекательность золота, поскольку делает его дороже для обладателей других валютных активов. То есть такая простая логика. Из важных событий сегодня в 11.30, уже через полтора часа ждем данные по рынку труда Англии. В 17.00 первый раунд, скажем, выступления от Джанетта Ерин. Также в 17.00 решение Банка Канады по отставке. В 17.30 запасы по нефти в США и в 18.15 пресс-конференция Стивена Повозла, которую возглавляет канадский регулятор. Денек обещает быть очень жарким, поэтому, как и всегда, обязательно контролируйте риски и не допускайте критической нагрузки, загрузки ваших депозитов. Друзья, желаю вам хорошей торговой сессии. Увидимся мы, соответственно, уже завтра. Как и всегда, будет нам о чем поговорить. Надеюсь, что нам удастся сегодня выжить достаточного потенциала для ослабления канадского доллара, потому что, на мой взгляд, именно Канадец сегодня будет самым интересным валютным активом. Всего доброго. До свидания.